Порядку на дорогах в Британии уделяется пристальное внимание. Именно поэтому экзамен по теории и практике вождения усложняется каждые полгода. Щетчиков скорости понатыкано много на автострадах и в центре больших городов. А в маленьких провинциальных городках и деревнях можно часто встретить жителей той же самой деревни в атомно-желтых жилетах. Они вызвались мониторить дорогу и фиксировать возможные нарушения безвозмездно. Но и бояться их особо не стоит. Максимум, что они могут сделать, если вы промчитесь мимо, это передать ваши номера полиции, которая пришлет вам письмо, взывающее к вашей разумности. Намного хуже, если за хорошо знакомым деревенским поворотом прячется офицер дорожной полиции со своим феном. Такая встреча вам ничего хорошего не принесет. Через недельку вы получите письмо из ГАИ, говорящее о том, что вами был грубо нарушен закон там-то и во столько-то, проезжая на скорости 35 миль в час вместо максимальных 30. Вот тут-то и начинаются ваши проблемы, потому что в покое вас уже не оставят. Из письма становится ясно, что ГАИ дает вам на выбор три опции. Первое. Прислать им чек на 100 фунтов штрафа и ваши права, в которых они сделают три прокола. По закону права у вас отберут, если вы наездите шесть проколов за первые два года вождения. Так расправляются с новичками. Для обычного водителя расклад другой. Для лишения прав надо наездить 12 проколов за три года. Из всего вышеизложенного следует, что первый вариант выхода из ситуации мало кому подходит. Опция номер два. Вам не надо посылать права в ГАИ, но взамен вы обязуетесь зарезервировать и своевременно пройти так называемый курс по превышению скорости, где вам будут рассказывать о недопустимости такого поведения на дорогах. Курс занял два с половиной часа, стоил 89 фунтов, и в связи с короной был проведен онлайн. В назначенное время на конференцию в Зуме собралось штук 15 бедолаг-лихачей и один лысый лектор. У него было много научно обоснованных, этических и сугубо статистических доводов скорость не превышать. Под конец курса он пожелал всем никогда с ним больше не встречаться и отключился. Какой кайф, скажет кто-нибудь. Превысил скорость, отмучился два с половиной часа и свободен. Но нет, такая лафа предоставляется раз в три года, и если вы нарушите опять быстрее этого срока, то проколы в правах неминуемы. Насколько вся эта история была эффективна для меня, а я и так не особо лихачила, а то давно бы попалась на счетчиках скоростей. А после этого случая вообще езжу с оглядкой, особенно когда проезжаю то злосчастное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова